Добрый день! С вами Василий Терешков и сегодня мы поговорим о вейвлет преобразований. В лекциях, посвященных редам Фурье и быстрому преобразованию Фурье, было указано на основной недостаток всех этих преобразований, а именно неспособность этих преобразований отслеживать изменения спектральных характеристик сигнала с течением времени. Чтобы этот недостаток устранить, в качестве анализирующей функции нужно выбирать не синусоиду, растянутую по всей числовой оси, а некую функцию, локализованную на этой оси. Всплеск, или по-английски вейвлет. Для того, чтобы приступить к вейвлет преобразованию, мы сначала должны вспомнить общую логику преобразования Фурье. Она была следующей. Во-первых, мы выбрали анализирующую функцию. В качестве таковой выступала синусоида или комплексные экспоненты. Е в степени ИТ. Во-вторых, мы выбрали произвольно варьируемый параметр. В качестве такового выступала частота. Омега штрих. Омегой без штриха я обозначал основную частоту сигнала. С помощью этого параметра строится семейство функций. Е в степени И омега штрих Т. И, наконец, в-третьих, мы строили само преобразование Фурье. Для непрерывных функций оно выглядело следующим образом. Это было скалярное произведение. От заданной нам функции. И функции, комплексно сопряженные к одной из функций, выбранных нами для анализа. Точно такой же логикой, но с другими анализирующими функциями мы будем пользоваться для вейвлет-преобразования. Приступим к осуществлению первого пункта нашего замысла. Выберем новую анализирующую функцию. Обозначим ее пока обобщенно. Пси от Т. Не указывая, какая именно должна быть эта функция, мы, тем не менее, сформулируем два условия, которым она должна удовлетворять. Условие первое выглядит следующим образом. Интеграл от этой функции на всей временной оси должен равняться нулю. Это означает, что площадь под графиком этой функции над осью должна быть равна площади под осью. Другими словами, среднее значение функции должно быть равно нулю. Второе условие заключается в том, чтобы интеграл также по всей числовой оси от квадрата модуля нашей новой анализирующей функции, вейвлета, должен быть конечным. Это означает, что у вейвлета не должно быть толстых и бесконечно длинных хвостов. Он должен быть, как мы раньше и сказали, локализован на временной оси. Теперь попытаемся предложить несколько функций, удовлетворяющих этим свойствам. Какие мы знаем функции, имеющие свойства локализации по оси времени? Например, гауссовскую кривую. Совершенно очевидно, что сама по себе эта кривая вейвлетом не является. Она не удовлетворяет первому свойству. Она вся находится сверху от оси времени. Но зато с помощью этой кривой можно получить несколько других кривых, которые уже будут являться вейвлетами в смысле удовлетворения тем требованиям, которые мы определили. Во-первых, можно перемножить гауссовскую кривую и синусоиду. Таким образом, мы получим синусоиду, зажатую по амплитуде между двумя гауссовскими кривыми. Такая кривая называется вейвлетом Морле или вейвлетом Габбера. Во-вторых, кривая гаусса может дать нам еще одну подсказку о том, как из нее получить вейвлет. Действительно, ее выпуклость меняет знак. То отрицательная, то положительная. А значит, можно ожидать, что вторая производная может служить вейвлетом. И это действительно так. Вейвлет, представляющий собой взятую с обратным знаком вторую производную гауссовской кривой, называется вейвлет Мексиканская шляпа. Итак, мы привели уже два примера непрерывных вейвлет. Но заметим, что в перечне тех требований, которые мы выдвигали, не было условия непрерывности. А значит, ничто не мешает пользоваться разрывными функциями. Быть может, когда мы перейдем к дискретному вейвлет преобразованию, от этого будет польза. Простейший дискретный вейвлет – это вейвлет ХАРА. Представляет собой ступеньку в положительную часть, ступеньку в отрицательную часть, которая оканчивается на единице, и ноль за пределами этого участка. Пришло время приступить ко второму пункту нашего замысла, а именно построить семейство вейвлет. Для этого сначала нам нужно выбрать параметры, по которым будет строиться это семейство. В случае преобразования Фурье, напомню, в качестве такого параметра выступала непрерывно варьируемая частота. Здесь параметров будет два. А именно, масштабный коэффициент А и сдвиг по времени Тау. Тогда, из одного материнского вейвлета, выбранного нами с известным произволом, мы можем получить семейство вейвлетов. Масштабный коэффициент единицы на корень из А на исходный вейвлет от сдвинутого и растянутого аргумента. Масштабный коэффициент единицы на корень из А предназначается для того, чтобы интеграл от квадрата любого вейвлета этого семейства не отличался от такого интеграла для материнского вейвлета. Ну и, наконец, третий пункт нашего замысла. Собственно, непрерывное вейвлет преобразование. Логика будет та же, что и в случае преобразования Фурье. Вейвлет преобразования это будет функция от выбранных нами параметров. Масштаба и сдвига. И она будет собой представлять скалярное произведение по всей числовой оси времени от заданной функции и функции, комплексно сопряженной к выбранному вейвлету из образованного нами семейства. Если анализирующий вейвлет действительный, то комплексно сопряженная к нему функция равна самому этому вейвлету. На что здесь следует обратить внимание? Для синусоид в случае разложения в ряд Фурье мы строго доказали свойство ортогональности. Поэтому такое разложение можно было себе вообразить как разложение заданной функции Ф по базису, составленному из этих синусоидов. Для вейвлетов мы этого требования не выдвигали и вообще выполняется оно для них крайне редко. А значит мы в данном случае не можем говорить о том, что мы осуществляем разложение заданной функции. Мы всего лишь находим некое преобразование от этой функции. А тогда возникает вопрос, какая же польза от этого преобразования? Польза тем не менее есть. Эта польза заключается в том, что с помощью вейвлет преобразования мы можем находить в заданном сигнале Ф функции, похожие на вейвлет. А именно, если при заданном значении масштаба и сдвига значение вейвлет преобразования W оказалось большим, значит при этом масштабе и сдвиге в исходном сигнале есть участок, похожий на анализирующий вейвлет. Только в этом смысле мы можем пользоваться вейвлет преобразованием. Теперь, следуя логике нашего рассказа о рядах Фурье, мы должны были бы привести пример построения вейвлет преобразования. Но в отличие от рядах Фурье, здесь наша задача серьезно осложняется. Именно тем, что вместо одного параметра у нас теперь присутствуют два параметра. А значит результат этого преобразования уже нельзя представить в виде плоского графика. Результат преобразования представляет собой поверхность в трехмерном пространстве, где вместо оси Х и У оси масштаба и сдвига по оси времени, а вместо оси Z модуль полученного вейвлет преобразования. Приведенная здесь картина не относится ни к какому определенному сигналу, а является только лишь примерной иллюстрацией. Такого рода картины носят обычное название скейлограммы, от английского слова scale, то есть масштаб. Точно так же, как и в случае преобразования Фурье, теперь мы должны перейти сначала к дискретной задаче, а потом и к быстрому алгоритму вейвлет преобразования. Итак, первый этап. Дискретизация. Здесь нам нужно решить три основные подзадачи. Во-первых, дискретизировать сам сигнал. Точно так же, как и в случае преобразования Фурье. Хн есть f от n умноженное на дельта t, где дельта t период дискретизации. Вторая подзадача. Заключается в том, чтобы выбрать подходящий дискретный вейвлет. Самым простым таким вейвлетом, как было сказано, является вейвлет Хара. Прямоугольная ступенька. Ну и, наконец, третья подзадача. Выбрать дискретную систему параметров, то есть масштабов и сдвигов по временной оси. А именно, масштабы удобно выбирать отличающимися в два раза. А сдвиги удобно выбирать кратными некоторому целому числу l. Пользуясь такой дискретной системой параметров, мы теперь можем получить семейство вейвлетов. Пси, теперь зависящий от двух целых чисел m и l, есть 2 в степени минус m пополам умножить на исходный вейвлет, в качестве аргумента которого выступает 2 в степени минус m умноженное на t минус l. Задача дискретизации решена. Вот мы и добрались до быстрого алгоритма вейвлет-преобразования. За счет чего достигалась экономия вычислений в случае быстрого преобразования Фурье? За счет сокращения необходимого нам количества поворотных множителей. В случае вейвлет-преобразования можно пойти еще дальше и выполнить его вообще не вычисляя ни одного вейвлета. Разберемся, что такое вейвлет-преобразование на самом мелком масштабе при m равном нулю. Это отыскание в сигнале участков похожих на соответствующий вейвлет, или, иными словами, выделение в сигнале самых мелких деталей. С другой стороны, что такое переход от самого мелкого масштаба к масштабу вдвое более крупному? Это означает как раз пренебрежение всеми деталями и более грубая аппроксимация сигнала. Из этого следует, что в любом сигнале нам предстоит выделить точную и грубую части, или решить задачи детализации и аппроксимации. Как это можно сделать? Пусть у меня есть значение сигнала xn. Я представлю его в виде 1 вторая xn плюс 1 вторая xn. Далее добавлю и вычту одно и то же число. 1 вторая xn минус 1 минус 1 минус 1 вторая xn минус 1. Теперь объединю первое слагаемое с третьим, а второе с четвертым. Тогда окажется xn плюс xn минус 1 пополам плюс xn минус xn минус 1 пополам. Что же теперь собой представляет каждый из этих слагаемых? Первое слагаемое это сумма двух соседних значений сигнала. Можно сказать, что это осреднение сигнала по двум соседним точкам. Или аппроксимация. Все мелкие детали при этом исчезают. Однако исчезают они не бесследно. Все они оказываются во втором слагаемом, которое таким образом решает задачу детализации. Итак, первое слагаемое это есть искомая аппроксимация, то есть отыскание грубых особенностей сигнала. Второе слагаемое есть детализация, то есть отыскание мелких деталей в исходном сигнале. Поскольку различных масштабов у нас не два, а больше, то задачу можно решать рекурсивно. А именно, сигнал xn подается на пару простейших фильтров, которые были изображены в виде формул полусуммы и полуразности. Полусумма давала аппроксимацию, полуразность давала детализацию. Далее, полученные выражения детализации представляют собой искомое вейвлет преобразование в самом мелком масштабе. m равное нулю. Выход фильтра аппроксимации нужно в свою очередь также подать на два фильтра. фильтр детализации и фильтр аппроксимации. Выход второго фильтра детализации будет представлять собой вейвлет преобразования при следующем масштабе. А с выхода фильтра аппроксимации сигнал нужно подать вновь на пару фильтров. Этот процесс можно продолжать до тех пор, пока покрыты будут все интересующие значения масштабов. Итак, теперь мы видим, что вейвлет преобразования, в отличие от преобразования Фурье, очень просто и естественно превращается в быстрый вычислительный алгоритм, который не требует от нас ничего иного, кроме рекурсивного взятия полусумм и полуразностей соседних значений исходного сигнала, преобразованного в дискретную форму. Это свойство вейвлет преобразования, помимо его основного преимущества по сравнению с преобразованием Фурье, позволяет находить ему широкое применение во многих областях науки и техники, при том как для обработки скалярных сигналов, таких как звук, так и для обработки двумерных сигналов, например, графических изображений. С вами был Поселить Орешков. До новых встреч!